всем привет друзья я отправляюсь в новое путешествие так как свободного времени у меня немного тур будет недолгим но очень интересно называется тур швейцарский вау уикенд и это самый доступный авиатур чтобы посмотреть эту невероятно живописную страну кстати на мою дату стоимость составила всего 229 евро за человека но стоимость динамическая и может меняться от роста цены на авиабилет и в стоимость тура входит перелет из киева и обратно ручная кладь размером 40 на 25 на 20 сантиметров 5 экскурсий по программе сопровождение русскоговорящим гидом переезд между городами швейцарии на автобусе евро уровня проживание в отеле завтраком а также все туристические сборы и налоги по швейцарии отдельно туристам нужно позаботиться только о страховке ну и по желанию на месте дополнительные экскурсии в этом туре мы увидим берн долину водопадов озеро грюер женеву в его и мантру лозанну люцерн и цюрих и небольшое объявление для подписчиков моего канала обязательно досмотрите это видео до конца там вас ждет подарок так что кто еще не подписан welcome на мой канал кнопочка подписаться внизу под этим видео поехали погода в украине на протяжении всего января была интересной я бы даже сказал очень необычный потому что часто был дождь и все говорил о том что нужно собирать чемоданы и отправляться путешествие что мы и сделали итак вылетаем мы из аэропорта борисполь терминал и на том из самых крупных лоукостеров европы авиакомпании рене и тут я хочу сделать ваш акцент внимание на том что стоимость перелета входит только одна ручная кладь размером 40 на 20 на 25 сантиметров примеру это может быть вот такой вот рюкзак но если вы собираетесь из швейцарии привезти какие-то сувениры либо подарки вот я обязательно рекомендую заранее приобрести еще одно место ручной клади примеру это может быть вот такой вот чемодан для того чтобы вам не пришлось переплачивать по двойному тарифу за превышение норм на месте в аэропорту поехали дальше итак мы прилетели и по программе мы прилетели международный аэропорт нюнберга возможно у кого-то появится вопрос почему же нюнберг они женевы к примеру ответ прост все дело в цене потому что стоимость перелета киев женева киев почти такой же по стоимости как полная стоимость этого тура тут в аэропорту нас встретил представитель принимающей стороны и дальше мы из нюнберга едем верн расстояние между этими городами составляет примерно 550 километров поэтому по времени это должно выйти около пяти шести часов и уже утром на рассвете мы прибываем неофициальную столицу швейцарии верн погнали да тут у нас был ночной переезд но во-первых дороге здесь идеальные во-вторых автобус был очень комфортный особенно сиденье поэтому я сразу откинул спинку и уснул до технической остановки друзья всем доброе утро и по пути из нюнберга берн мы сделали несколько технических остановок пару коротких там можно было перекурить принципе можно сходить было в туалет но туалет есть в автобусе и одна долгая целый час она у нас заняла значит тут мы смогли позавтракать привести себя в порядок значит уборная комната по стоимости выходит 1 евро завтрак на одного человека выходит 8 евро значит тут можно еще попить кофе в среднем это 5 евро ну и собственно говоря сделать какие-то покупки чего-то там купить в дорогу перекусить тоже можно цены принципе как бы такие как бы не маленькие это швейцария ребята тут это нужно понимать и кстати здесь можно поменять ваше евро на франки сделать это несложно есть автомат дальше там все ничего сложного нету как бы вставляете ваши евро и вам дают уже франки после этого мы отправляемся уже берн и там у нас начинается первая экскурсия погнали и буквально после этой остановки не знаю как у других но у меня начались уже впечатление первое это от неповторимой швейцарской природы и второе от тоннелей которые мы проехали по нашему пути я не помню сколько их было но если брать некоторые факты то именно в швейцарии находится один из самых длинных автомобильных туннелей мире это годарский тоннель длина которого почти 17 километров продолжаем наше доброе утро и на часах 9 часов утра мы уже прибыли не официальную столицу швейцарии берн и тут у нас начинается первая экскурсия по нашей программе узнай берн ближе погнали знакомство с берном у нас начинается с берен грабен так на немецком называется медвежья яма но мишек мы не увидели потому что они крепко спали в это время после чего у нас начинается пешая прогулка по городу в сопровождении нашего гида мы прогулялись удивительными улицами старого города посмотрели церковь недокхирхи множество фонтанов которые охраняют статуи сказочных существ церковь святого петра и павла которая расположена возле ратуши берна потом мы прогулялись возле бернского собора который является самым высоким храмом швейцарии дальше мы прошлись в цитлоге это башня с астрономическими часами которым уже более 500 лет и по окончанию каждого часа на этих часах можно посмотреть мини спектакль еще мы прогулялись федеральному дворцу после чего у нас был свободный час во время которого мы купили себе перекус в дорогу еще немного погуляли по городу в общем по берну у меня будет отдельное видео и скорее всего не одну так друзья на часах 11 часов 40 минут наше знакомство с берном заканчивается и мы возвращаемся в автобус для того чтобы дальше отправиться в долину водопада что хочу вам сказать именно в завершении этой экскурсии я хочу дать вам несколько советов первое что обязательно с собой берите наверно какую-то сумку а лучше всего рюкзак за вы сможете положить какие-то сувениры а лучше не сувениры вкусняшки которые вы здесь можете купить потом обязательно берите с собой не берите с собой обувайте удобную обувь и желательно не сильно теплую потому что по состоянию на первое февраля 2020 года тут температура примерно 6 градусов тепла поэтому будет жарко если вы наденете теплую обувь так сама и касательно верхней одежды она должна быть удобная легкая и не сильно теплая потому что ходить много за это время тело разогревается и ну чтобы не получилось что вы там вас где-то протянет на сквознячке принципе смотрите как бы гид провел нам очень интересную экскурсию именно у нас гид был очень интересно рассказывал реально интересно то есть постоянно и подробно и в деталях исторические моменты связанные с определенными названиями связанные с определенными достопримечательностями то есть все было очень реально интересно все было организовано никто нигде не потерялся все вели себя хорошо на экскурсии но это уже нет принимающей стороны зависит мне очень понравилась атмосфера в этом городе здесь очень красивые виды ребят я не знаю получится не получится у меня передать потому что принципе мы очень быстро все это прошли конечно для этого нужно гораздо больше времени чтобы посмотреть все эти места все эти достопримечательности сделать красивые фотографии вот посидеть где-то в кафешке покушать вкусной местной еды мы купили в супермаркете себе перекусить дальше мы едем на автобусе и может быть в автобусе перекусим а может быть уже вечером в отеле дальше еще раз говорю у нас по программе долина водопадов потом озеро грюйер и вечером нас встречает женева где у нас и будет ночевка в отеле там я уже подробно и детально вам расскажу и там конкретные советы расскажу по ценам что мы на что потратили какие деньги ну собственно говоря всю необходимую информацию чтобы вы путешествовали комфортно и у вас не было непредвиденных ситуаций погнали переезд из берна в латер брюнен так еще называется долина водопадов был недолгий мы всю дорогу меня просто разрывали изнутри впечатления от той природы которая была за окном нашего автобуса друзья мы прибыли в долину водопадов и тут мы проведем один час за это время нам нужно посмотреть один из самых высоких водопадов штабах а также прогуляться по этой долине и показать вам самые красивые пейзажи которые есть швейцарии погнали немного покрячился я со всеми локациями в данном видео тут я покажу вам небольшой фрагмент по долине водопадов и естественно самый высокий водопад швейцарии штабах а вот подробно и детально долины водопадов и все что я тут увидел я покажу вам в отдельном видео на моем канале ну а дальше наш гид олег 298 метров высота падения воды именно здесь бьет и написал свой знаменитую песен духов над водами именно этими красотами вдохновлялся толкиен василин колец не поверите но наверху располагается деревня на высоте полторы тысячи километров есть деревня а также представьте себе самые высокогорные в мире виноградники правда технических сортов винограда таких как гиберс страмина друзья в общем наш визит долины водопадов подходит концу мы уже направляемся автобусу дальше мы по маршруту едем женеву и у нас будет остановочка возле озера брювер что я вам хочу сказать за это место ребят долина водопадов в этом туре у нас была факультатива то есть мы доплачивали здесь на месте за эту экскурсию 15 евро человека поверьте мне это того стоит обязательно при посещении этого места потому что именно в этом месте я увидел то что я хотел получить от швейцарии эти невероятно живописные локации эти горы этот водопад это колоритное местечко и тут я даже попробовал вполне нормальный и вкусный глинкейн в общем ребятки обязательно место к посещению не жалейте ваших денег просто это невероятно красивое место поехали переезд из долины водопадов к озеру брювер у нас составил примерно около полутора часа но лично я был бы не против бы чтобы он был дольше потому что все это время я просто балдел от этой швейцарской природы которая сопровождала всю нашу дорогу друзья чтобы не растягивать именно это видео но показать вам всю ту красоту которую я увидел во время нашей остановки на озере брювер я решил сделать отдельное видео в котором я заодно покажу вам и цены на питание и на некоторые продукты в этом туристическом комплексе ну а если вкратце то чтобы перекусить в этом месте вам нужно быть готовым потратить минимум 10 франков на одного человека после этой остановки у нас был еще один недолгий переезд в женеву в дороге нас застал дождик но лично мне он абсолютно никак не мешал наслаждаться этими видами которые были за окошком автобуса в общем женеву мы приехали уже вечером и там у нас была еще одна экскурсия по программе женевские вечера так как на улице в это время было уже темно то нормальное видео при таких условиях снять практически невозможно и тут я вам не покажу всех тех интересных мест которые мы посетили но покажу вам наш отзыв с моей любимой женой от этой экскурсии по женеве так друзья смотрите прогулялись мы по женеве по времени это заняло примерно полтора часа нас гид провел по очень интересным улицам рассказал много информации я еще не когда в жизни не слышал сколько таких интересных историй про знаменитых людей вот что мы еще увидели марин что мы еще увидели как у себя город город более величественные берн крупнее конечно ну и отличается очень чем именно отличается зданиями и улицами а что тебе больше кстати понравилось берн или женева более такой уютный более такой миленький здесь бы здание не более такие каменные величественные себя чувствуешь уже повыше уровнем когда видишь эти магазины с разными брендами то тоже как бы сразу себя чувствуешь кем-то ну да не приземленным ну хотелось бы еще тут днем погулять да днем бы очень интересно было бы здесь прогуляться по набережной естественно увидеть тут кристально чистую водичку днем просто обязательно надо хоть раз своей жизни возможно мы еще вернемся вернемся мы еще я очень хочу вернуться сюда еще посмотреть этот интересный город что и вам ребят советую пандю интересно сколько здесь панду пандю стоит как ты думаешь ну я думаю ну ребят если вы в курсе если вы здесь были в женеве вы пробовали пандю то обязательно напишите в комментариях мы почитаем да вот нас еще так заинтересовала история такая что пандю имеет не очень такой хороший запах в общем ребят мои рекомендации однозначно город очень интересный и очень много здесь истории заложено в этих улицах о которых нам рассказал наш блестательный гид олег он просто умничка так как он рассказывает интересно и очень обширно и принципе как бы по сути очень янц ясно и доходчиво тебе понравилось гидом погулять потом уже выделить день погулять самостоятельно да потому что идеальным гендам в городах в принципе тех странах где вы еще не бывали да это не только касается касательно женевы просто нереально много интересного в городе и самостоятельно не зная локаций просто как бы даже если берешь по карте смотришь эти все интересные исторические места ну просто без информации эти стены эти улицы они мало чего значат в этой жизни в общем ребят спасибо за внимание однозначно рекомендую вам посетить этот город посмотреть этот город интересный город и днем и вечером прогуляться по этим улочкам историческим ну и увидеть до завтра нас ждут новые города так что до встречи завтра сейчас мы едем в отель заселяться будет отдельное видео по отелю что там есть что там хорошо что может быть не хорошо естественно я вам постараюсь это показать но только в отдельном видео поехали это был первый день моего путешествия по швейцарии второй день а также подробный мой фидбэк по туру швейцарский вау уикенд и советы туристам будут следующем видео а сейчас хочу вам рассказать за тот подарок о котором я говорил в начале этого видео итак друзья подарю кому-то из своих подписчиков вот такой вот power банк это тот маска без которого просто не обойтись таких путешествиях кстати и свои путешествия я как правило беру минимум три power банка в общем подробные условия кому достанется этот power банк будут комментарии под этим видео обязательно почитать и на этом все друзья подписывайтесь на мой канал пишите ваши вопросы и комментарии под этим видео желаю вам всем только хорошего настроения и самых положительных впечатлений от всех ваших путешествий до новых встреч пока пока